Это Маша. Больше половины жизни она провела в больнице. У 4-летней девочки нейробластома, проще говоря, рак нервной системы. У нас случай крайне редкий, то есть 1 на 1150 установленных диагнозов. С мягкими игрушками Маша теперь не расстается, ведь еще недавно они были под запретом с самого рождения. За 2,5 года девочка перенесла несколько операций и прошла 4 курса терапии. Моя душа, это я, я надеюсь, ты кого-то дай мне. Ой. Хрупкая и жизнерадостная Маша победила болезнь. По крайней мере, в это хочется верить. Сейчас у девочки уверенная ремиссия. Городской онкологический диспансер. Коронавирус внес свои коррективы. Сейчас у пациентов нет возможности пересечься друг с другом. Но обычно в этих коридорах не так пустынно. И вот статистика. Только в прошлом году более 21 тысячи человек в Петербурге впервые узнали о том, что больны онкологией. При этом 146 тысяч человек проходили лечение. Рак коварен, беспощаден и непредсказуем. Он разрушает все на своем пути. Жизнь, бизнес, семью, здоровье. Победить онкологию порой очень сложно. В 19 веке, ведь одно из самых грозных заболеваний в мире, это было какое? Чахотка. То есть туберкулез. После того, как Кох открыл палочку Коха, причину возникновения чахотки, то есть туберкулеза, согласитесь, на сегодняшний день туберкулез излечим. Именно комплексное воздействие на опухолевые процессы может привести к улучшению и увеличению выживания. Туничка, Юрий, Юлечка. У каждого из этих, только что посаженных деревьев, теперь есть имя. Аллея ангелов в яблоневом саду. Аллея тех, кто, как говорят их родственники, ушел. Так неожиданно и так быстро. Юлия 7 месяцев назад похоронила дочь. Ей еще не было и двух лет. Она просто перед Новым годом начала хромать. Мы стали искать причину, обследоваться. Сначала подумали, что это артрит. Потом он не подтвердился. Попали в больницу. И там уже по анализу крови определили, что у нее ликоз. Я всю жизнь мечтала о дочке. Мне было и налюбоваться ей, и налюбиться ей. Закону в руки! Это Сергей Войтович. 51 год. Официально нигде не работает. В России он теперь известен как глава преступной организации по хищению препаратов для онкобольных из клиник Петербурга. Сейчас передал мужчина. Что вам? Лекарства. Какие лекарства у него? Какие лекарства это? Обычные. По результатам более 35 обысков, полицейские изъяли около 30 миллионов рублей, порядка 100 золотых слитков, а также медицинские препараты общей стоимостью около 100 миллионов рублей. Любой дорогостоящий препарат онкобольной, как правило, получает бесплатно в рамках программы ОМС. Схема проста и прозрачна. Больница закупает медикамент согласно тарифному заданию. И, казалось бы, украсть препарат из больницы невозможно, но у банды Войтовича, по версии следствия, было несколько преступных схем. Пациенту назначается препарат. Допустим, в дозировке 520 миллиграммов. Лекарство поставляется в больницу по 500 миллиграммов во флаконе. На больного выдается два флакона. Медсестра доливает недостающие 20 миллиграммов из второго флакона. И по закону остаток она обязана утилизировать в течение 12 часов. Но медсестра не утилизировала остатки, а доливала их другому пациенту. Соответственно, оставались невскрытые флаконы. Их сестра выносила курьеру. Тот передавал украденные лекарства Войтовичу. Вот так он цинично строил свой бизнес на лекарствах, которые для многих людей были вопросом жизни и смерти. Второй способ, соответственно, который прозвучал прямо в заседании суда, о снижении дозировки. То есть уже непосредственно в капельнице была совсем не та концентрация, которую назначил врач. Это Настя. Год назад она потеряла маму. Прогнозы были неплохие. То есть говорили, что она может выздороветь, вылечиться. Там процентов на 80 этот рак лечится. Но конкретно в ее случае не сработали лекарства. Банда Войтовича воровала лекарства из больниц Петербурга не месяц, не полгода и даже не год. Несколько лет. Каждый день. Из пяти он к учреждению города. Медсестры выносили флаконы с лекарствами. Это сотни миллионов рублей. И сотни больных, которым давали не ту дозировку, на которых экономили, чтобы заработать. Среди похищенных лекарств. Виктибикс. Его принимают при колоректальном раке. Цена за флакон в аптеках Петербурга от 18 тысяч рублей. Обдива против рака легкого. Стоимость минимум 24 тысячи. Цирамза. Назначается при раке желудка. Стоимость в аптеках Петербурга от 29 с половиной тысяч рублей. Тецентрик. Назначается при раке молочной железы и раке легкого. Цена начинается от 168 тысяч рублей. А цирамза есть у вас? Нет у нас такой. И заказать нельзя тоже, да? Поскольку у нас нет позиции, мы заказать не можем. А Тецентрик, Тецентрик? Тецентрик. Тоже не показываю. То есть у вас нет таких? У нас в прайсе, в нашем нет. Получается, что эти препараты настолько редкие, что даже при наличии денег купить их вот так просто в любой городской аптеке очень сложно. Поэтому пациенты, которым не досталось лекарств, находили нужный препарат у частных продавцов, таких как Войтович. И подобные схемы продажи дорогих лекарств работали и раньше, но не в таком глобальном масштабе. Вокруг больницы, особенно вокруг онкологических учреждений, всегда висели обилия. Продан и целый перечень идет лекарств. Кто это продает? С какой-то статей. Да, иногда встречаясь с некоторыми, они говорят, вот у нас остались лекарства. По нашим законам эти лекарства, даже не вскрытая упаковка, ее никуда не сдашь. Но с учетом дефицита люди предлагают, и тем, кому необходимо, у кого нет, он вполне возможно убит. Четырехлетняя Маша и ее родители живут. Живут надеждой, что страшная болезнь не вернется. И эта надежда измеряется конкретной дозой конкретного лекарства, цена которого не десятки тысяч рублей, а жизнь. Иван Уваров. Пульс города.